Танки Шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки Шоп на YouTube. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы вам показать бой на танке ЛТТБ на карте Западарии. И это у нас рубрика «Редкие медали». Эта рубрика в первую очередь признана показать вам бои, где игрок получил очень редкую медальку. Может быть в этих боях не так много урона, но они все равно весьма эпичные. В начале боя наш ЛТТБ поехал подсвечивать переезд и вполне успешно подсветил АМХ 50-100. Даже смог нанести ему урон, но, к сожалению, никто из союзников не отстрелялся по этому засвету. Также тут появляется АМХ 13-90 сверху, ну его там вряд ли удастся достать. Ну и так как особо делать тут больше нечего, ЛТТБ, конечно же, уезжает с данной позиции. Как вы можете видеть, тут довольно много десяток, много артиллерии. И бой для светляка не самый простой, так как все-таки одну десятку может легко уничтожить нашего светляка. Артиллерия, естественно, тоже попадет, конечно. Но в любом случае светляк тут может, скажем так, принести много пользы в своей команде, но и его могут также легко уничтожить. Далее игрок решает занять вот этот вот куст для подсвета. И, в общем-то, ждет появления врагов. Подставляется АМХ 13-90 и удается нанести ему урон. Но после этого наш светляк засвечивается. И не нужно было, конечно, ему высовываться. Но тогда, когда он светился, получил он плюху, а Т-49 потерял 348 прочности. Что, конечно же, непорядок. Можно было этого и избежать. Ну, еще и арта могла, на самом деле, накинуть. Не каждая арта, конечно, стреляет по светлякам. Но если других целей нету, то и арта может выстрелить, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Итак, наш герой покидает и эту позицию, так как она тоже особо никакой пользы сейчас не несет. И лучше где-то в другом месте попробовать подсветить. Ну, к тому же, продавили враги правый фланг и сейчас появится тут. Вот, удается засветить Т-34. Наш герой даже предпринимает попытку по нему выстрелить. Наносит урон Т-34. Но так как расстояние небольшое, сам засвечивается. Что, конечно же, весьма рискованно. И, конечно, после засвета нужно побольше двигаться. Даже если ты НЛТ. Итак, потом наш герой отстреливается по ИС-3. И на этот раз не светится. Удается нанести АМХ-50Б. Ну, несмотря на то, что это всего лишь светляк. Ну, он вполне даже неплохой урон наносит. Ну, конечно, не такой существенный по меркам десяток. Но даже этот урон порой очень сильно может повредить на исход боя. В конце боя, когда там остаются две команды, у которых мало танков. Любой, в общем-то, выстрел может быть весьма важен. ЛТТБ идет на помощь Т-34. Похоже, АМХ-50Б на перезарядке. Он даже не делал выстрелов. Ну, и наш герой решающий удар нанес тот французу. И смог его добрать. Но Т-34 вряд ли удастся тут выжить. Едет впереди тяжело бронированный тяжелый танк Е-100. Вот с ним очень тяжко. То есть, его можно попробовать закрутить, там, пробить в корму. Но на такой дистанции никаких повреждений, скорее всего, не удастся нанести. Игрок пытался забрать ИС-3. В принципе, шанс пробития там был. Но, к сожалению, снаряд ушел в гуслю. Далее игрок снова пытается подсветить кого-нибудь. Но, естественно, нужно пользоваться своей маскировкой и обзором. И получается засветить Т-34. Но оно сюда смотрит. И так что может и откидаться нашему герою, если он засветится. Дается нанести урон борщу. Но после этого выстрела игрок, конечно же, светится. К счастью, Т-34 не отстреливается по нему. Игрок замечает гриля. Но также замечает, что Т-34 высовывается, подставляется. И удается Т-34 забрать. Гриль пытался нашего героя уничтожить. Но, к счастью, помогает артиллерия. Выставит гриля, нанести ему существенный урон. И игрок отлично разбирает гриля в корму. Ну и получается его одолеть. Арта его забирает. Ну и сейчас, конечно же, тягаться с Е-100 не стоит. Слишком уж опасный танк. Очень хорошо бронирован он. А вот борща можно вполне закрутить и разобрать. К тому же, похоже, он на КД. И игрок, конечно же, пользуется своей скоростью. Крутит борща, наносит ему существенный урон. Конечно же, использует фугасы. Браво, артиллерия. Собирает она борща точным выстрелом. Несмотря на то, что ситуация очень сложная. И, в общем-то, часто артиллеристы при такой ситуации очень, скажем так, нервно себя ведут. То есть, или идут топиться, или там убиваются, или косо стреляют. Но тут рука не дрогнула. И арта помогла в данной ситуации. Ну, уже не первый раз. Наш герой засвечивает артобата. Едет за ним. Попадает в движение. Везет. Арта, похоже, отстрелялась. И можно пробовать ее забирать. Ну, тут, конечно, есть вероятность, что у нее еще снаряд остался один. Все-таки это барабанная артиллерия. Ну, в общем-то, игрок решает на нее не выезжать на этот раз. Слишком рискован. Ну, и он, конечно же, едет за другой артиллерией, которая, вероятно, должна быть на базе. Скорее всего. Ну, и так как она вряд ли ожидает нападения, сейчас можно беспрепятственно попробовать ее разобрать. Действительно, арта FV3805 смотрел куда-то в другое место. Ну, и без проблем ЛТТБ ее забирает. Осталось два артобата. Снова появляется артиллерист. Выцеливает нашего героя. Но тот, конечно, юркий, шустрый ЛТТБ уворачивается от выстрелов арты без проблем и едет дальше. В общем-то, Е100 уже на базе. Убивает он артиллерию. Может быть, конечно, был вариант еще попробовать арте помочь расправиться с Е100. Но игрок, в общем-то, выбрал вариант уничтожения вражеской арты. Тут его, как бы, я не сужу. Просто, скажем так, ну, варианты были разные. Развития событий. Но выбрал он этот вариант. И, в принципе, он не такой плохой. Удалось уничтожить одну арту. Далее ЛТТБ пытается хотя бы тут сбить захват. Ну, пробить Е100 с такого расстояния практически нереально. И далее наш герой засвечивается, так как тут сразу две арты. И они выцеливают эту ЛТТБ. Но игрок как-то даже не боится их. Просто останавливается. Ну, немножечко двигается. отстреливается по арте. Ну, в принципе, ему терять уже нечего. И так, бой сливной. И сейчас нужно как-то рисковать. Ну, конечно, не сдаваться, а пробовать разгребсти эту нелегкую ситуацию. И уничтожить хотя бы одну арту получилось. Ну, и теперь хорошо было бы как-то сбить захват. Хотя еще время есть на это. Но все-таки часики тикают. Не удается пробить Е100, даже сбить захват. С такого расстояния сделать это крайне сложно. Если только удастся в гуслю попасть и хотя бы сбить захват. И получается это и сделать. Ну, и тут появляется вражеская арта. Решила она поехать вперед, прячется за камень. В общем-то, ехать на арту сейчас нельзя, так как ее прикрывает Е100. и это все может закончиться печально. Высовываться арта, похоже, не хочет. И игрок, в общем-то, уезжает. Просто отсюда стоять на одном месте тоже нельзя. Время остается не так много. И захват идет до конца боя тоже. Время не резиновое. Нужно что-то предпринимать. Засвечивается Е100. Наш герой стреляет, но снова проходит непробитие очередное. Даже голда тут не помогает в данной ситуации. Е100, к счастью, промазал и наш герой решает попытать удачу, напасть на Е100, закрутить его. Весьма смелый поступок. И тут на самом деле очень повезло ЛТТБ, так как Е100 как-то промазал, хотя ЛТТБ особо так даже не маневрировал, прямо ехал, ну правда на большой скорости, но тем не менее как Е100 промазал, я не знаю. То есть если бы он попал, то такого эпичного боя не было бы. Еще раз Е100 мажет, какой-то немного он косоватый с точностью явно проблемы. Или пинг, или руки, не знаю. Но в любом случае ЛТТБ без проблем крутит Е100 сейчас арта вражеская никак не помогает Е100. И вот она промазала, наш герой едет в атаку, конечно же, сейчас времени уже на раздумья нету, никакие тут тактики не нужны, нужно просто ехать и забирать противника. Арта пытается удрать, видимо, хочет свести этот бой на ничью, но ЛТТБ танк шустрый и он с легкостью ее догоняет, тут арта мажет к тому же и тем самым свой последний шанс она, так скажем, потеряла в этом бою и ЛТТБ без проблем ее уничтожает и побеждает в этом бою. Давайте посмотрим на результат и какую же все-таки редкую медаль игрок получил медаль Фадина ну и редкая медаль этого боя медаль Тамада Йошио медаль Паскучи также тут защитник и воин в общем-то результат очень даже добротный игрок затащил несмотря на то что противники были все-таки гораздо сильнее их было больше и желаю вам друзья таких же нагибов удачи вам всего самого наилучшего до скорых встреч пока